Всем привет, друзья и подписчики моего канала. С вами Инна. Сегодня я подготовила для вас небольшой отчет по моей работе за июнь месяц. Буду говорить сегодня много про магазин Etsy, по работе в магазине Etsy, в частности Facebook, Pinterest и так далее и тому подобное. Озвучу несколько новшеств, которые появились на Etsy и немножко о YouTube. Стоки сегодня пропущу, потому как в июне месяце я к ним не касалась и потому как идут дела, я вижу, что и в июле я никак не могу к ним приступить. Ну что ж, давайте тогда не по традиции начнем с Etsy. Хочу сразу же начать о разговор, о группе на Facebook. Я уже говорила в предыдущих видео, что множество людей объединилось на Facebook, у кого есть магазины на Etsy, у кого есть магазины на eBay, Сача. Объединились в одну группу на Facebook, где мы помогаем друг другу поддерживать наши товары, где мы помогаем в каких-то вопросах сложных друг другу. И, в общем-то, хочу сделать такое объявление. На самом деле все участники группы уже увидели это объявление, я разместила его на Facebook в Актуальном. Но если кто-то еще не знает, я хочу напомнить и повторить, что с понедельника, максимум вторника, мы собираем людей, которые хотят поучаствовать во взаимном, скажем так, взаимопродажах. Более детально об этом вы узнаете в группе, поэтому еще время есть, поторопитесь, так как, в принципе, летние месяца всегда, ну, как бы, просят, просят магазин, чтобы его поддержали. И, в общем-то, полезно было бы помочь, подтолкнуть немножко свой магазин. Поэтому мы собираем список таких людей. И, в общем-то, уже с понедельника, максимум крайний срок, вторник, мы уже начнем в июле месяце эту, как бы, процедуру, что пойдет очень на пользу магазинам и, в общем-то, и продавцам в целом. Поэтому не стесняйтесь, ссылку я оставлю на группу снизу, напишите мне, где возможно, напишите прямо под этим видео в комментарии, напишите в группу, в месседжер, в общем, кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь. Собственно говоря, там мы размещаем и новости, все, которые появляются на Эйти. Например, уже, наверное, практически каждый знает о том, что Эйти сделала такое себе правило для Германии. Это связано с экологическими упаковками. И уже с 1 июля начинает работать такой закон, что если вдруг вы совершаете продажу в Германию, вы должны к экологической и платить налог за эту упаковку. Пока очень мало информации об этом в интернете. Что важно, если вдруг случится, что у вас произошла продажа и вы не зарегистрированы на Люсиде, и, собственно говоря, вы можете получить штраф в очень большом размене, там, по-моему, более 200 тысяч евро. Поэтому есть такой риск, в принципе, попасть на этот штраф. И, в общем-то, люди, которые сами из Германии, и которые уже, в принципе, зарегистрировались на Люсиде, вводят эту процедуру ежегодной оплаты этого налога. Ну, говорят, что на самом деле не сложно там все зарегистрироваться, на этом Люсиде регистрироваться бесплатно. Кратче говоря, надо оценить ситуацию, выгодно ли вам вообще работать с Германией. Например, у меня за последнее время в Германию не было ни одной продажи. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день я вообще отключу Германию как страну, в которую я продаю, и буду больше пересматривать, нужно ли мне вообще, окупятся ли эти деньги, которые я заплачу за налог. Вообще, какая сумма выйдет. Вообще, говорят, минимальная там 30 евро. Это небольшая сумма. Но, собственно говоря, если у тебя будут продажи в Германии, у меня, мой контингент пока до сих пор Америка. Это Великобритания очень часто. То есть, Германия, пока я с ней не имела никакого дела. И поэтому, собственно говоря, думаю, вот так вот первое и быстрое решение – это просто отключить Германию пока из списка стран, которые я продаю. Хотя, надо понимать еще, что в основном многие так и сделают. Отключат Германию из списка стран, в которых продается товар. Но в то же самое время нужно понимать, что тогда и конкуренция на Германию спадет. И покупатель, в общем-то, будет искать, где же ему купить. И продать в Германию будет легче. Поэтому тут как бы палка двух концов. Если вы сами живете в Германии, или если, увы, вам удобно продавать в Германию, то это может быть стоит только оформить вот этот налог формально, правильно, по всем правилам. И, собственно, можно продолжать работать. Конкуренция на Германию спадет из-за того, что многие поступят вот так, как поступила я. Это, говоря о этом новом законе. Вообще, Эдси ввело еще там много всяких дополнительных вещей. Ну, например, на рекламу, которая идет по АДС. Она сделала сейчас скидку. И поэтому тоже сейчас можно ее включать. Вам вернется, по-моему, 10%, если я правильно помню. То есть вот эти все новинки, вот эти все новости и новоизменения появляются в группе, в актуальном. И вы можете как бы перечитывать, оно все там на русском языке. И быть всегда в курсе событий. Ну, в общем-то, подрезумировав, говорю вам, что я изменила в моем магазине то, что Германию на данный момент я исключила из списка стран, которые я продаю. Хотя я еще буду исследовать этот вопрос и пересматривать свое решение. Потому что это так просто, ну, скажем, скорое решение. И такое, чтобы не попасть ни в какие неприятные ситуации. Не попасть в просак, в общем-то. К тому же, к тому же, говоря о посредниках, если у меня в моем магазине есть товары, которые, принты, которые делает посредник, принты, фу, я думаю, что туда, там доставка идет через этого посредника. И она отправляется везти во все страны мира. Но та цена доставки и то время ожидания, которое готовится продукция, у меня на доставку в Германию выходит 30 дней. Уже с тем, что доставка самая дорогая из всех стран, ждать очень долго. Я уже понимаю, что вероятно, что в Германию купят очень маленькое. Поэтому я не боюсь за принты. Но в то же самое время тут тоже нужно понимать, что это дело уже курирует посредник. Далее. Хотела бы еще сказать, опять же, тем, кто в группе. У нас в актуальном закреплена еще работа Светланы Шнейдер. Если правильно я сказала фамилию, если нет, извините. Друзья, Светлана участвует в конкурсе. Palm Art Award 2022. И, в общем-то, в конце года будут избраны лучшие. Поэтому, пожалуйста, поддержите ее лайком. И, в общем-то, будет очень приятно, если мы чем-то будем полезны, поддержим человека. И, возможно, она займет хорошее место. В том числе, хочется сказать, что работа очень серьезная такая, заставляет задуматься для тех, кто любит помыслить, посмотреть. Поэтому давайте поддержим. У кого есть возможность, пожалуйста, лайкайте эту работу. Теперь, переходя плавно к продажам. За июнь месяц произошло мало продаж. Но, в принципе, в основном... Это три продажи было. Но, в основном, миниатюрки. В основном на заказ. И, в основном, по хорошей цене. То есть, в принципе, одна из миниатюрок продалась за 88 евро. Это размер 5 на 7. Очень считаю хорошей продажей. Поэтому, в принципе, сказать, что я недовольна не могу. Скажу, что, конечно, хотелось бы, чтобы чаще. Хотя, я смотрю, что средняя цена в моем магазине завышена, конечно. Поэтому, я думаю, нормально для июня месяца. И продавались... Что продавалось? Продавались 2 работы с ангелами и 1 работа с парочкой влюбленных. Вот, в принципе, и такие были продажи. Ну, в общем-то, на этом из продаж все. Таких диджитал работ не покупалось. Принтов тоже не покупалось. Вот. Но, пока как-то так очень слабенько и хиленько. Посмотрим, что нам принесет июль месяц. Хотя, в общем-то, я тоже закладываю заранее, что это время отдыха. И я вижу даже по посещаемости, что она не такая вот сильная. Когда вижу, что начинаю продвигать товар на Фейсбуке, Пинтересте, тогда, да, вижу опять поток людей. Как только немного приостанавливаюсь, снова вижу спад. Поэтому, собственно говоря, вот такая вот закономерность. Теперь про Пинтерест. Еще раз скажу, что я сделала общую группу на Пинтересте. Общую доску. Будем говорить, да, своими правильными именами. Общую доску. Это называется на Безды Гифт. В общем-то, уже большинство людей подключилось к этой доске. Я приглашаю вас, если хотите тоже подключиться. Эту доску я собираюсь продвигать. Вот. Более-менее туда добавляю время от времени дополнительные работы. Вот поэтому, кто заинтересован и продвигать и через Пинтерест, пожалуйста, тоже пишите. Я вас присоединю к этой доске. К тому же, думаю, в дальнейшем ее попробовать запустить и на рекламу тоже. Но, в общем-то, это уже более-таки дальносрочная перспектива. Скорее всего, будет это в августе. Но посмотрим, опять же-таки. Ссылочку на Пинтерест я оставлю тоже под видео. А теперь расскажу, что нового я нарисовала. Рисовала мало в этом месяце. В основном я размещала работы уже мои старые, как принты. Поэтому дополняла вот именно количество своих работ именно вот этими принтами. Из свежих работ я дорисовала... Неудобно так положила. Я дорисовала вот эту вот парочку. Решила уже не рисовать крылья в этот раз, а сделать все-таки просто улюбленную парочку с сердцем. Вот такого типа парочку у меня уже покупали пару раз. Вот, из ангелов. Теперь я решила попробовать еще вот в таком вот формате. Следующая работа была сделана, ну, очень простенькая, чисто по-быстрому. Такие работы вообще буду задешево-задешево. Там что-то за 20 евро продавать, чтобы оно мне покрывало и доставку. Сделана маркерами эта работа, но не акриловыми, а обычными. И вот такая вот тоже работа, тоже обычными маркерами, не акриловыми. Вот этими, которые у меня здесь чернильными, на алкогольных чернильных. И вот одна из работ моих, еще один эксперимент, который в этот раз мне понравилось, как получился. Эта работа сделана акриловыми красками на обычной бумаге уплотненной. И, что интересно, здесь по окончанию я добавила пастель масляной. Получился очень даже. И вот синий цвет тоже очень явно видно, что это пастель. В общем, вот так вот я добавила некоторые акценты за счет масляной пастели сверху. И получила их довольно-таки как бы интересно. Хочу еще такие работы поповторять на вот таком вот квадратном формате. Посмотрим. Вообще цену очень дорогую поставила на эту работу, но это лишь потому, что пока я хочу как бы из таких работ собрать коллекцию. И уже когда их будет хотя бы штук семь, я уже буду более-менее в разумительную цену. Пока чисто с идеей поднакопить немножко работы, чтобы выбор был, чтобы выдача появлялась по этой тематике, по цветочной. Вот, собственно говоря, и все. Мало я работала, потому как последний месяц, точнее не последний месяц, а последние недели мы занимались путешествиями, ездили, отдыхали с семьей. И, в общем-то, мало работала. Работала через телефон на дистанцию, поэтому последние недели июня я не смогла многим ответить на мои сообщения, участвовала мало в лайк-таймах, поэтому, в общем-то, теперь все восстанавливается на свои рельсы, но опять ненадолго. В августе снова мы запланировали поездку, и поэтому вот как-то так, кусками и кусками участвую в работе, но все же пытаюсь, пока работаю, максимум сделать. Это про эти. Про эти пока все. Если говорить о планах, то, собственно говоря, ничего нового не собираюсь делать. Обновлять работы, которые уже у меня прошло срок годности, которые проданы, ну и добавлять принты. Что еще хотела сказать? Вообще-то, я смотрю, вот все маркетологи, все, кто занимается продвижением магазинов, рекомендуют выкладывать хотя бы три листинга в день. Но я это прекрасно понимаю, осознаю, но еще понимаю то, что я не машина, я не принты делаю, а именно работы рисую. То есть хочется, чтобы это еще и приносило удовольствие, поэтому я решила для себя, что, может быть, мой магазин не пойдет там супер шикарными оборотами, но по три работы в день, я думаю, это как бы перебор, это для принтера что ли. Вот, поэтому я не буду таких себе рамок ставить, хотя бы на летнее время. Вот, и посмотрим, к чему мы придем к сентябрю. А уже с сентября, возможно, буду более поактивнее, уже закончатся все путешествия, поездки, море. И тогда можно будет более как-то серьезно решать, что делать и как себя проявлять. Это про эти. Теперь про эти все. Теперь еще хочу поговорить про YouTube. Тоже июнь месяц у меня оказался довольно-таки активным на YouTube. Я сделала, наконец-то, то видео, о котором давно уже говорила. Это обзор книжечки с ночными фото, ночными фото Токио. Очень люблю эту книгу. Вообще листаю всегда и восхищаюсь, и думаю о том, что вот, настанет день, и я сделаю целую серию работ ночного города. Я уверена, что такие работы продаются хорошо. Я просто уверена. Но только надо сесть. Опять же, всегда одна и та же проблема. Поэтому нужно время. Когда-нибудь я вернусь к этой книге обязательно, возьму оттуда референсы и с удовольствием порисую. А еще и потому, что мне нравится на черном рисовать. Вот этот вот контраст неоновых цветов с черным. Обожаю. Вот. Поэтому, кто еще не успел посмотреть, обязательно посмотрите. Вы отдохнете, смотря эту книжечку. Она именно сделана не читать, а смотреть. Хотя в конце книги там много всего познавательного. Там много описано о том, как делать фотки, как делать баланс цвета, так как подбирать цвета, чтобы они выгодно смотрелись. Ну, в общем, кто с английским дружит, вот, в принципе, там тоже есть что черпнуть из этой книжки. Это одно видео, которое я сделала. Потом я делала видео для нашей группы на Фейсбуке, тоже познавательный. И тоже кто на Фейсбуке, пожалуйста, заходите, смотрите. Они все закреплены в Актуальном. Вы найдете их. И одно видео по работе в фотошопе. Это, по-моему, я уже говорила. Оно было сделано в самом конце. Не помню уже. В общем, еще с фотошопом. И еще очень полезное видео насчет Пинтереста. Тоже кто интересуется, кто... Пинтерест чем хорош, тем, что пока еще это то место, где можно продвигать бесплатно свою продукцию. Поэтому я рекомендую вам обратить на него внимание. В любом случае, если вы возьмете Инстаграм, тот же Фейсбук, инвестируя в эти площадки, вы получаете отдачу больше. Пинтерест, в принципе, требует только регулярности. И вы получаете тоже довольно-таки хорошую отдачу. Поэтому не снимайте его с счетов. И если хотите, пересмотрите видео. Это третье видео, которое я подготовила про Пинтерест. Думаю еще, так как вот эту вот доску, которую я сделала общую, я собираюсь продвигать. Думаю еще сделать отдельное видео о том, как делать платную рекламу и заодно эту доску на примере этой доски, как делать платную рекламу на Пинтересте. Но опять же таки, это абсолютно необязательно. Можно очень успешно продвигать свои работы и не вкладывая деньги в Пинтерест. Поэтому возьмите на заметку. Ну что ж, друзья, у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Напоминаю еще, что вы можете присоединиться в нашу группу на Фейсбуке, а также на общую доску на Пинтересте, где можете тоже пинить ваши работы и продвигать их. Я буду для вас готовить еще очень много полезных видео. И встретимся уже совсем скоро. До новых встреч. Пока-пока.